На сегодняшний день на территории Ленинского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних дорожного движения. Хочется привести пример, что 29 мая текущего года на Мещеринском шоссе произошло страшнейшее ДТП, в результате которого пострадали три участника дорожного движения. Один из них водитель с тяжеленными травмами. Ребенок доставлен в институт интенсивной детской терапии имени Рошаля. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привлечения внимания широкой общественности к проблеме безопасности дорожного движения, возникающей при перевозке детей автомобильным транспортом, Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, обязательном использовании при перевозке детей специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. Почему мы делаем акцент именно на детских удерживающих устройствах? Существует четыре категории детских кресел. Это зависит от весовой категории ребенка. И, конечно, самое безопасное место – это заднее сиденье. Нарушение требований при перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Какого года ты родился? В 2004. А? В 2004. Ну вот, а вы говорите, в 2012. В 2004? В 2004-го? Как ему может быть 12 лет? Скоро. Пойдемте, протокольчик вам выпишем. Такие рейды сотрудники ГИБДД проводят два раза в месяц. Можно вам на плане вот так, вы купите, вы дарите, вы у нас так законопослушный водитель. Но на всякий случай, что все-таки существует размысль. Да, вот размысль меня. Любовь к своим детям можно проявлять по-разному. Хвалить, поощрять за успехи и победы, покупать игрушки или возить на отдых. Однако, одно из самых важных проявлений любви – забота и обеспечение безопасности своего ребенка. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok